я думаю у каждого игрока кто играет в шутеры появляется желание узнать где же грань всего этого если что-то пожёстче где можно получить новый интересный опыт во что же поиграть чтобы с тебя не смеялись бабка с дедом когда ты называешь call of duty тактическим шутером лично для меня это был переход из bf в арму где обучение вы можете проходить до трех часов где каждая кнопка на клавиатуре имеет свое предназначение где исход боя по большей части решает не ваша реакция а использование ландшафта и понимание действий противника в этих играх по большей части игрока убивают глупое решение как личное так и решение командования так как в основном бои идут на больших локациях и поэтому без базового понимания тактики военных действий очень тяжело разобраться что происходит с течением времени рынок и запросы игроков менялись начали появляться более компактные версии армовских сэндбоксов такие как сквад хэлэд луз рэд оркестра rising storm escape from tarkov и многие другие даже невзирая на то что у этих игр бывает разная цель у них есть одна общая черта это высокий порог вхождения и ваш горящий анус во время этого процесса если же вы не перегорели и разобрали в основных аспектах которые позволят вам хотя бы существовать в этих условиях сегодня речь пойдет о самой юзер-френдли игре для тех кто хочет стать на кривую дорожку хардкорных шутеров а именно insurgency sandstorm сразу стоит сказать про движок и визуальную составляющую как показала практика многие небольшие студии кто создает игры на андрил энджин просто не могут в оптимизацию я не хочу сказать что совсем все плохо все плохо было в 2018 когда игра на любом железе работала в 40 кадров сейчас все намного лучше и отзывы в этом плане очень сильно варьируется с визуальной точки зрения игра приятная мне нет перегруженности различными объектами которые превращают общую видимость в кашу все чистенько бюджет же проявляется в анимации персонажей они самые приятные так как прибеги персонаж вообще не чувствуется и есть местами решения которые просто кричат об бюджете но когда начинается перестрелка ты начинаешь понимать куда ушли деньги при разработке звук в игре просто бомбический особенно когда ваше здание начинает прошивать пулеметчик частицы заполняют помещение а учитывая местная дтк то каждая пуля может стать для вас последний то же самое касается тактических и боевых гранат в помещении если уж взорвется рядом то уши у персонажа долго отходит здесь я могу долго хвалить звук но лучше показать пример теперь пора рассказать о противоборствующих фракциях с одной стороны у нас повстанцы которые любят одевать очень модные и пестрые адидасы а с другой типичные вояки которые носят хаки так что при контакте выявить кто есть кто очень даже легко создание класса выглядит следующим образом у игрока есть определенное количество loadout поинтов которые он может потратить на снаряжение своего бойца все оружие и обвесы доступны сразу игроку не нужно страдать и нытье что у противника есть обвесы а у вас их нет тут не пройдет думаю уже стоит поговорить про оружие ганплей и баланс так как ттк здесь 1 2 пули то любое оружие представляет из себя угрозу то есть нет ярко выраженной меты также в этой игре вспоминая что у оружия есть отдача и зажимом здесь особо не постреляешь даже при наличии необходимых модулей плане анимации и взаимодействия бойца с оружием здесь все очень хорошо даже перезарядка сделано в несколько этапов специально для тех кто любит делать reload cancel тут если достал магазин то все что остается это патрон в патроннике но это дело наживное особенно после пары глупых смертей в процессе игры вопросов к над коду у меня не возникло все работает как нужно есть причина есть следствие каких-то непонятных смертей которые я не могу объяснить у меня не было после добавления поддержки модов режима театра и кастомных карт тут уже каждый найдет себе режим который ему по вкусу начиная с аналога штурма из бф на классических картах и заканчивая режимом доминейшн из ремейков карт call of duty осталось сказать пару слов о внешней кастомизации здесь она вся бесплатно и открывается за внутриигровую валюту как я говорил ранее повстанцы любят пестрые адзики а секьюрити носят все в милитари стиле но самое главное что внешка сохраняет принадлежность своей фракции в общем и целом insurgency sandstorm это добротный командный шутер где местами прослеживается бюджет но сами основные акценты в игре расставлены правильно конечно же есть отрицательные моменты в виде не самого большого онлайна и очень избирательной оптимизации под определенное железо если вас это не пугает то в общем-то в клубе бюджет